Вы слушаете ежедневную программу, ежедневно разбирая Писание, в которой мы призываем всех, кто желает познать Божью истину, обращаться к Божьему Слову за всем, что необходимо для спасения и жизни, угодной Богу. Сейчас мы читаем книгу Деева Ханта «Йога и тело Христова». Какую позицию должны занимать христиане в этой первой части нашей программы? И как мы уже говорили, эта тема важна из-за феноменальной популярности йоги в христианстве. Поэтому, независимо от того, по какую сторону вы находитесь по этому вопросу, касается ли это вашего собственного вовлечения в йогу или кто-то, кого вы знаете, практикует йогу, вы вполне можете получить полезную информацию от нас. Деев, в седьмой главе своей книги ты пишешь следующее. Несмотря на рекламу и разговоры о здоровье и фитнесе, настоящая цель йоги – пробудить силу кундалини, свернувшуюся как змея у основания позвоночника, готовую распрямиться и проявить себя через предполагаемые чакры, то есть энергетические центры вселенской силы тела. Итак, что же такое кундалини-йога или сила кундалини, если на то пошло? Ну, прямо скажем, это бесовская сила. Вы никак не можете объяснить это материально. Это нематериальная сила. В основании позвоночника, конечно же, нет ничего свернутого три с половиной раза, как змея, которая пробудится, когда вы предположительно придете в надлежащее состояние сознания. Это та же самая оккультная сила, с которой находятся в контакте или пытаются поддерживать связь все оккультисты. Дэйв, а также восточные религии, мистические религии. У нас есть ки в Японии, айкидо – это тоже сила. Прана была бы другой, врожденной силой в хиропрактике. Итак, это якобы духовная сила или духовная энергия, которую мы все имеем внутри себя. Но реально ли это? Реален ли сатана? Реальны ли демоны? Да. Например, просто давайте коснемся чего-то совершенно другого. Например, доски Вия. Это было задокументировано в лабораториях. Во время спиритических сеансов даже завязывали людям глаза и перемешивали алфавит на этой доске, чтобы их подсознание или память не знали, где находятся буквы. Для тех, кто не знает, это настольная игра братьев Парикорф. Я думаю, что она все еще в продаже. Но это доска, и на ней есть буквы. А потом есть еще нечто. Как оно там называется? Планшетка. Да, маленький треугольный маркер, который вы двигаете руками, и у него есть стрелка, указывающая в определенном направлении, чтобы вы могли указать на эти буквы. И таким образом, предположительно, происходит общение. В лабораторных тестах причина, по которой я перехожу к доске для спиритических сеансов, состоит в том, что это один из самых ярких примеров того, что нечто происходит. Есть некая сила. Или поговорим о лозоходцах. Вы знаете, что было обнаружено более полумиллиона скважин в Соединенных Штатах с помощью лозоходцев. Это называется водное колдовство. Верно. Они знают, о чем идет речь. Эта лоза будет подниматься и опускаться, и говорить вам, как глубоко вы должны пробурить скважину, сколько галлонов в минуту. А во Франции она скажет вам, сколько литров в минуту, и на сколько метра вам нужно копать. Вы даже можете сделать это на карте. Мы с Рофью не так давно были на Бермудах, и геолог сказал, что там нет воды. Они изучали местность и ничего не нашли. Лозоходец, изучая карту в Кенебанк-Порте, штат Мэн, указал на три скважины, и они пробурили и получили воду. Этой водой пользуются и сегодня. Итак, мы говорим об общении. Здесь должен быть задействован какой-то интеллект. Дело не только в физиологии. Имеет место обмен информацией. Итак, мы возвращаемся к духу кундалини. Но и здесь задействована сила. Другими словами, есть лозоискатель, и есть какая-то сила, которая сгибает лозу. В лабораторных экспериментах, когда людям завязывают глаза, даже кладут на доску вия сверху и снизу фанеру, то есть делают все возможное. Они даже перемешивали алфавит, но от этого доска движется еще быстрее, записывая сообщения. Это необъяснимо с точки зрения некой врожденной силы внутри тела, которая каким-то образом влияет на это. Что же это? Какая сила внутри тела, которая отключена от мозга, но все же имеет направленность? Но целью йоги является достижение такого состояния сознания, в котором вы осознаете свое единство. Слово йога означает ярмо, поэтому вы осознаете, что вы связаны с Вселенной. Кажется, я не упоминал об этом в программе, как я сошел с самолета в Бомбее, Индия, и я осматриваюсь вокруг. Ко мне подходит какой-то парень и говорит, «Тебя зовут Дэйв Хант, ты живешь?» Я прервал его и сказал, «Стоп, убирайся отсюда. Я не хочу иметь с тобой ничего общего». Видите ли, он мог бы сказать мне мое имя, мой адрес, хотя я никогда не видел его раньше, потому что демоны знают, где я живу, и он на самом деле поддерживает с ними связь. Поэтому люди могут заниматься йогой и говорить, «Ну, у меня никогда не было такого опыта». Да, но мы можем сослаться на многих из тех, у кого он есть. Итак, кундалини, свернувшаяся у основания позвоночника, и в определенном состоянии сознания она поднимается вверх и проявляется через чакры. Вернись к первому утверждению, которое ты сказал. Это демоническая сила. Зачем демонам продвигать это и поощрять это? Потому что ложь змея, сказанная Еве, была следующей. Вы можете быть как боги. Единственный способ продемонстрировать это – дать какую-то силу. если я мог бы войти в контакт со Вселенной с помощью йоги, или через доску Вия, или под гипнозом, все что угодно, то кому нужен этот библейский бог, который утверждает, что он творец? Он говорит, что я грешник. Но йога не говорит мне, что я грешник. На самом деле индуизм говорит, что нет такого понятия, как грех. Единственный грех – называть себя грешником. Это индуизм. Все это похоже на силу из «Звездных войн». Когда дети выходили с кинотеатра после просмотра этого фильма, у них оставалась одна мысль – да пребудет с вами сила. Если раньше они думали, что может быть где-то там есть бог, то теперь нам говорят, что бог – это не личность, перед которой нам нужно будет отвечать. Теперь бог – это просто сила. И она нейтральна. У нее есть темные и светлые стороны. Вы можете играть на любой стороне. Все это не имеет морали. Теперь я могу прикоснуться к нему. Я могу осознать свое единство со Вселенной. То есть, по сути, все это делается для того, чтобы отвергнуть истину. Создатель Вселенной излагает информацию в своем слове, в Библии, а все вышесказанное противоречит тому, чему учит Библия. Итак, это ложь, которая, как ты сказал, была впервые дана человечеству в Эдемском саду, и она просто передается вниз на протяжении всей истории человечества. Да, у сатаны есть десятки способов сделать это. Вам не нравится йога? Ну, а как насчет чего-нибудь другого? Есть позитивное мышление, же есть позитивное мышление, которые, кем, 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 кем кем.